Окей, слушайте, а вот давайте прям сразу первый же вопрос, который задал Такер Карлсон. Вы знаете, он очень Путину не понравился. Более того, Такер Карлсон поймал Путина на слове, и этого слова в переводе нету. Не на сайте Кремля, а везде. То есть Кремль выкручивается. И это слово цитата. Такер Карлсон Путину в лицо цитату, а Путин говорит, а я этого не говорил. Вот послушайте. 24 февраля 2022 года вы обратились к своей стране и к нации 24 февраля, когда начался конфликт на Украине в 2022 году. Вы сказали, что вы действуете потому, что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойя. Почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как вы пришли к такому выводу? Да дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Это серьезный разговор. С нами Сергей Асланян, коллега, с которым мы будем обсуждать коллегу Такера Карлсона. Вот смотри, Сереж, цитата Такера звучит так. Here is the quote. Вот как это перевести? Это же цитата, говорит он. Путин, это же ты сказал своему народу, что на тебя НАТО собралось нападать перед самой войной. Путин вообще не готов к никаким вариантам дискуссии. Ему нужна была эта площадка для того, чтобы выступить перед Западом, где стали забывать его потихонечку. Потому что ведь этот разговор весь, он в принципе не должен был по большому счету касаться россиян. Он не для русских, он не для России. Путину нужно было сейчас покрасоваться перед заграницей. И заграницей в этой связи вдруг почему-то попытался его схватить за язык или за руку. Не для того ему трибуна, не для того ему Карлсон. А для того, чтобы, как и полагается, Путин же привык, что его не переспрашивают. Путин воздвигается на трибуну, отливает в граните, все аплодируют и счастливые расходятся пить горькую. Очень странно, что этот сценарий у Путина в голове экстраполируется, в том числе на американца, который, сколько бы лоялен не был, но все-таки это другой шапир из другого мира. А дальше у Путина, конечно же, не заладилось, потому что весь этот диалог не так и не о том, о чем нужно было Путину. И Такер, задающий вопросы... Не заладилось? Вот именно с этого момента... Нет, естественно, дальше Путин уже спокойно, совершенно выступал, как полагается, перед кивающей головой. Но здесь было понятно, что у них есть о чем поговорить. А Такер очень быстро отыграл назад. Он же не стал его добивать. Такер — это был единственный человек на планете Земля, кто был допущен к телу Путина для того, чтобы добиться ответа. Не задать вопрос, а добиться ответа. Он добиваться ответа не стал, потому что у него спокойно идет автоперевод в голове, в ухе, в правом, который мы не видим. Ну, потому что он же не русскоговорящий. Поэтому у них интервью очень хорошо озвучено для нас. А на самом деле оно такое с зависаниями, потому что там подгружаются нужные слова, и переводчики работают с обеих сторон. И в этот момент Такер в голову тихо сказали, придурок, ты сейчас пристрелим, если сейчас еще раз откроешь рот. И дальше он спокойно, совершенно уже очень мягко и лояльно вылизывал Путина как мог, давая возможность, будучи подставкой для Путина, на этой трибуне воздвигнувшись, обратиться к загранице. Потому что дальше Путин рассказывал уже все то, что у него было заготовлено, все то, что он считал нужным. А потом у Путина у него же все-таки манера красоваться, он такой вальяжный. И у него, в принципе, позиция была в этом интервью, похлопывание по плечу всех. Мои там коллеги из Франции, мой коллега из Америки, Володя Зеленский. Такое снисходительное отношение такого пахана на зоне, который допускает с собой на ты. Он всему миру похлопал по плечику и по щечке так еще потрепал. Ну, потому что Путин это человек на планете Земля номер один, и так и обслуживающий персонал. Ну, окей, это уже для, что называется, внутреннего психологического ощущения самого Путина. Но тут же все опасаются, что как бы Путин сделал какую-то... Кто-то даже из американцев, по-моему, уже написал, что это пропагандистская победа. О, я читал это на сайте CNN. Пропагандистская победа. Слушай, они совсем офигели, какая победа. Ну, да ладно, да? Давай мы сейчас по пунктам разберем. Вот, например, значит, я ждал, что прям с первого, так сказать, там, с первых минут будет пугать ядерным оружием. Нет. Только где-то примерно на 50-й минуте нас начали пугать, и знаешь в чем? Гиперзвуковыми ракетами. Вот посмотрите-ка, как это звучало. И мы создали гиперзвуковые системы, причем межконтинентальной дальности. И продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных, мы опередили всех. И Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день. Слушай, гиперзвуковые, это вот этот вот циркон какой-то мифический, да? Это все то, что сбивает Украина. То, что не сбиваемое, не идентифицируемое. У Путина, у него очень много мультиков разных. И в голове, и на экране. Субтитры создавал DimaTorzok